В этом видео мы поговорим об использовании графического планшета в программе The Brush. Итак, открылась программа, нажимаем Lightbox, здесь документ, new документ, чтобы расширить холст, и берем сферу. Нарисовали сферу, переходим сразу в режим редактирования и сразу Make Polymesh 3D. Нажимаем F, чтобы отзумировать до рабочего пространства нашу сферу. И вот таким вот образом, легко и быстро, удобно происходит скульптинг при помощи пера. Я очень рекомендую использовать перо. Сейчас я работаю на Intous от Vacom, до этого использовал планшет Genius, он был менее удобен, но все равно это очень хороший инструмент, какого производителя и какого качества бы он ни был. Он все равно будет удобней мыши, но и мышью можно тоже пользоваться и можно делать хорошие вещи в The Brush. И точно так же, просто как мы нажимали левую кнопку мыши, достаточно ручкой нажать на планшете и начать просто рисовать. И таким образом мы осуществляем вращение. Если мы зажмем Alt, зажмем ручку, то точно так же мы сможем переносить наш объект. И если у нас зажат Alt и зажата ручка, мы отпускаем Alt и после этого зажатую ручку переносим от себя и к себе. Таким образом осуществляется приближение и отдаление вида. Если мы зажмем Ctrl и зажмем вторую кнопку на перье, и не касаясь планшета будем просто отодвигать или отдалять мышь от себя, Если я держа близко к поверхности планшета ручку, то таким образом мы будем приближать и отдалять. Точно так же тут работает, зажимая вторую кнопку, я вращаю вид. Если зажимаю ручку на графическом планшете, то происходит скульптинг. Точно так же, если я зажму ручку за рамкой, то точно так же, как с примером мышки, нажав левую кнопку мыши, мы будем вращать. Ну, либо перемещать. И здесь точно так же работают вот эти кнопки смещения, отдаление приближения и вращения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok